Дорогие друзья, уважаемые зрители, обожаемые подписчики, мои любимые, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Вы находитесь на моём таро-терапевтическом канале Любимого ТВ. Посмотрим сейчас, давайте в трёх вариантах сделаем, да. Есть ли у вас будущее с этим человеком? Есть ли оно? Какова перспектива отношений ваших, да? Давайте это видео сделаем в трёх вариантах. Первый, второй, третий вариант. Так, и... Совет, рекомендация. Готово? Первый вариант. Поехали. Смотрим сначала, что происходит. И потом возьмём тот аркан, который я достала первым. Итак. Есть ли у вас будущее? Можно ли выстроить с этим человеком отношения? Есть ли перспективы? Есть. По верховной жрице и по тройке кубков. Во-первых, у вас очень хорошие перспективы с этим человеком. Чувства, эмоции, окрашенные сердечностью, романтикой эти чувства, да. Здесь возможно даже как-то радоваться. Это приятное знакомство может быть в кругу друзей, в компании. Возможно, на рабочем месте. Ну, возможно, вы при каких-то обстоятельствах и по интернету, да, знакомы. Но здесь очень хорошие, успешные перспективы. С этим человеком отношения выстраивать, конечно, можно и нужно. Пожреться единственное, что не нужно торопиться, не нужно раскрываться. Нужно быть всегда такой закрытой книгой загадочной, да, чтобы вас интересно было разгадывать. Но не говорит о том, что вы должны вообще быть как сундучок, заперты на 50 замков, а ещё и ключики выброшены. Нет, вот именно пожриться — это время, это неторопливость. И не нужно всё сразу рассказывать и показывать о себе, все секретики свои раскрывать, да. То есть меньше знает, лучше спит. Но заинтересованность, конечно же, вы должны показывать. У вас здесь прям успешные, очень хорошее сочетание. Очень успешный вариант развития событий. Насколько вы подходите друг к другу? Насколько вы подходите друг к другу? Каждый из вас выходит из момента здесь и сейчас одиночества, да. Из момента одиночества, у кого-то это было одиночество вдвоём. Есть выход. Настрадались оба. Есть желание стабильности. Всё это будет, просто это будет не сейчас, не сразу, не спешно. Мы же смотрим перспективу. Перспектива есть. И нам второй раз показывают шестёрку жезлов. Это прекрасные перспективы. Это быть победителем, да. Вот. Пожалуйста, шестёрка жезлов первоначально вышла. И какова ваша совместимость вообще, да. Прекрасная совместимость. Очень хорошая. Показывают, нам снимаем информацию, да. Показывают опять, что хорошие перспективы. Быть на коне очень удачный союз и очень хорошие перспективы. Зависит, конечно, от человека, лично от вас, от него, как вы будете выстраивать ваши отношения. Важно, чтобы это было взаимно, да. И здесь вот два очень талантливых человека, два одиночки внутренних. И здесь показано то, что вы сможете друг с другом найти наконец-то того близкого человека. Но причём здесь не столько сердечность, сколько здесь будет забота. Забота. Вы будете сердечно радоваться этой встрече. И даже рассказывать, возможно, там ближайшим родственникам, что у вас наконец-то появился какой-то прекрасный партнёр, мужчина, молодой человек. Это всё может быть, да. То есть никто не говорит о том, что вы вообще какие-то буки. И каждый такой созерцатель, да, идёт своим правильным и верным путём. Нет, здесь идёт разговор о том, что всё-таки есть сосредоточение на материальном. Это очень хорошо, всего понемножку. Правильный духовный путь. Выход из одиночества, найдя друг друга. Хорошие перспективы. Но всё остальное приложится при желании взаимном работать над отношениями, нравиться друг другу и стараться понравиться самому себе в этих отношениях. И другому тем более, да. Ну и где-то, возможно, подстроиться. Девочки, теперь смотрим на вашего партнёра. Кто он? Ого! Смотрите, здесь аркан смерть. То есть мужчина, вы знаете, у него даже могут быть какие-то духовные практики. Может быть, занимается йогой, какими-то… Изучает эзотерику, либо духовный путь у него очень хороший свой, да. Философия у него прекрасная, житейская. То есть очень мудрый человек должен быть, неповерхностный. И человек, который действительно может обнуляться, может воспринимать достойно все свои жизненные уроки, делать выводы, да, и уже не тянуть ничего назад или из прошлого. То есть там тема закрыта. Всё. Человек обновляется, обнуляется и идёт в будущее своё, в светлое будущее, скажем так. То есть на момент «здесь и сейчас» этот человек уже трансформировался, скажем, да, приходит к вам без особого груза накопившегося. То есть он как-то проработал уже эту задачу, да. Есть также духовное развитие и умение не жить вчерашним днём, жить в моменте «здесь и сейчас», и задумываясь о будущем, да. Но такой конкретный какой-то очень человек должен быть у вас. И что здесь ещё? Какой сюрприз, совет, подсказка? Что здесь? Что здесь? Здесь также выход из своей зоны комфорта, когда не трогайте меня, когда лень, не дёргайте меня за усы и хвост. Это было раньше, до встречи с этим человеком. В любом случае, каковы бы ни были перспективы, и хорошо, что нам показывают замечательные перспективы, да, с этим человеком. Важно знать, что здесь будет мотивация выхода из мрачной зоны, тогда, когда ничего не хочется, из зоны лени, из зоны отчуждения своего собственного, да, когда уже есть недоверие и не верится вообще, ну, ни во что может быть, что отношения не могут быть новые построены, допустим, да. Когда голова загружена и загружена тем, что не хватает средств, или чем, что не оплачены вовремя счета, или ещё что-то. То есть какие-то прежние травмы, ссоры, всё, что ложится грузом на вас. Вот здесь выход из этого состояния. То есть постепенно-постепенно у вас всё должно быть очень гармонично. Как внутреннее состояние, так и внешне. А, возможно, вы успокоитесь, и как-то всё у вас нормализуется. Не знаю, вот этот приход этого человека, как будто, знаете, как толчок своеобразный. Своеобразный, своеобразный толчок. Ну, вот так первый вариант. Я надеюсь, что вам интересно, полезно. Вы подписываетесь на мой канал. И как эта информация интересна, так и другие видео, да. Кто хочет на индивидуальный приём, контактные данные под каждым видео я оставляю. Пожалуйста, пишите. Далее, второй вариант. Готовы? Что у вас? Перспективы. Какие у вас перспективы? Есть ли у ваших отношений будущее? Хорошие перспективы? Есть. Есть однозначно, но нужно справиться со своими тараканами, со своими страхами, с зацикленностью, опять же, на проблемах. Нужно уметь девочке переключаться. Стараться нужно быть на позитиве, как бы сложно ни было. Понятное дело, что хорошо только дуракам, да. Они всегда улыбаются, им всегда радостно. Ну, вот это примерно так. Я говорю, есть такое мнение, правильно, да. Понятное дело, что так же вы не роботы, и есть место печалям, и есть место радостям. Но здесь показано, что идёт перегруз, неумение переключаться, неумение отдыхать. Карта бесотных ночей, переживаний, надуманных, страхов, так же. Это вот вам, пожалуйста, здесь данный аркан, он стоит первым, как бы, да, на что нужно в первую очередь, на что обратить внимание. Дальше. У вас, возможно, семья. У вас, возможно, любовные отношения. Десятка кубков. Единственное, что вот эта карта перезагруза мешает вам создать хорошую, прочную семью. Перспективы у вас замечательные. С таким, с хорошим заделом на будущее, да. То есть можно построить. Единственное, что, скорее всего, эмоции зашкаливают у вас. Постарайтесь уравновеситься, сгармонизируйтесь. Это даже, знаете, без совета, рекомендаций, просто то, что показывают арканы, но это сразу, это первое, что хочется вам сказать. Перспективы есть. Хорошие, отличные перспективы. Но нужно что-то делать со своими эмоциями, со своей нервной системой даже, да, время от времени. То есть тут надо как-то брать себя в руки. Давайте посмотрим ещё, какова ваша совместимость. Давайте посмотрим вашу совместимость. Вот вы знаете, вот опять же, смотрите, вот всё прекрасно, всё прекрасно. И вы можете стать императрицей, женщиной в замужнем статусе. Может быть, вы сейчас в серьёзных отношениях или замужем, но сможете, и хотите у вас новый какой-то партнёр. Тогда здесь немножечко есть разница. То есть в любом случае вы теряете свою энергетику. У вас статус идёт замужней женщины или женщины, которая любит к себе уважение и принимает себя именно как статусную женщину. Сейчас вот из-за этого состояния эмоционального, какое-то полудепрессивное такое, да, вот у кого резонирует, вы теряете свою энергию, девочки, и вы не становитесь, то есть вы теряете свой дар. Быть той женщиной, которая, безусловно, притягивает мужчин, да, тут дело всё в недостатке энергии. И опять же нужно уравновесить свой потенциал, свой баланс. Настроение, физиологию, да, в общем, вы, надеюсь, меня поняли. Дальше. Мы видим здесь что? Мы видим здесь императора. Императора. То есть от мужчины, конечно, будет зависеть очень многое. Здесь он будет принимать решения. Человек этот стремится к дому, к семье, к уюту, да, там, где его ждут. Намерения очень серьёзные. И вот здесь мы видим, да, десятка кубков, то, что переворачивается. Чтобы всё восстановить. Во-первых, здесь нужна чёткость. Здесь нужна структура наведения везде порядка, чтобы не было разброса и шатаний. И это может, девочки, даже быть так, что приходит он к вам в гости или видит, как вы живёте, да, у вас должна быть чистота и порядок. Должно всё быть по полочкам, на местах и аккуратно. Если даже вы по натуре не адепт скрупулёзности, да, педантичности, прямо чистота и порядок, всё вылезано во всех углах, да, я считаю, что в норме как-то немножечко надо, как и творчество, да, там творческий беспорядок. Ну и стараться, чтобы глобально всё-таки поддерживать чистоту, да. Вы знаете, что порядок наводится один раз в неделю или в месяц, а всё остальное время он просто уже поддерживается. Так вот, для этого мужчины очень важно, какова структура вообще организации в вашем доме, в вашем пространстве, да, насколько всё чётко, без пыли, без грязи, и как хорошо ли у вас благоухает, да, в том жилище, в том помещении, в том вашем прекрасном пространстве, где вы живёте. Если он заходит, мало того, что у вас бардак, но ещё и вы сами в нервном состоянии, да, в хаотичном, несбалансированном, негармоничном. Вот это всё может повлиять на ваше счастье и на звон колоколов. То есть в обратном случае, да, если наводится как-то, прям идёт какая-то конкретика, всё аккуратно, всё по своим местам. То есть вам тут надо постараться специально даже для того, чтобы расчистить своё пространство, чтобы была энергетика, энергетика ходила, чтобы привлечь в свой дом вот мужчину вот этого, да, чтобы ему было хорошо и прекрасно. Тут даже не говорится, что пирогами должно пахнуть. Ну, это, конечно, может быть, будет бонус. Ну, вот как-то здесь структура и порядок. Лучше меньше, но лучше. Вот что-то такое с этим мужчиной. И тогда очень хорошая перспектива. Совместимость у вас, всё должно сложиться. Ну, вот показали некоторые нюансы. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Смотрим этого мужчину. Какой он ещё, его энергетика. Девочки, ну император, ну император, ну всё при вас. Вот император и вот император. Что ещё можно сказать? Что ещё? Ну всё, авторитарный человек, да, это мужчина, будет врубать в мужика сам. Всё сам. То есть перечить, если будет, уж так, глобально, да. Ну, смотря какая стадия у вас влюблённости, иногда, может быть, это будет мило, но по большому счёту спорить и включать императора Шу вместо императрицы. Ну, то есть прапор в юбке, да, вот как мы ещё говорим, чтобы сразу было понятно, да. То есть мужские качества характера сразу задвигайте куда-нибудь на задний план. То есть женственность, здесь капризность, вот тоже здесь нужно, знаете, как иметь, либо это женское плутовство, да, кокетливость. Иногда там можно поиграть, да, в качестве, но вообще-то уверенная в себе женщина, скорее всего, вот тип, да, тот, который нужен мужчине. Уверенная, но хрупкая сочетание, да, очень приятное, что сильная и тут же слабая, что хочется её обнять и защитить, и согреть. Но не истеричный ни в коем случае. Девочки, император. Крутой мужик вам достался. И ещё совет-рекомендация. Что здесь втайне у нас? Вот вам, пожалуйста, жезлы. Здесь показано, во-первых, дорогие, очень часто по практике карта указывает на то, что мужчина всё-таки, у него есть идеал, женский идеал, и он равняется на своих родителей. Это раз. Есть уважение к семье, есть в первую очередь, это всё-таки женщина. Уверенная, грациозная, царственная особа, с хорошей, приятной энергетикой. То есть, которая не будет сидеть и ждать у моря погоды. А в том плане, что всё действительно по местам. Она и работает, она всё успевает. И хобби есть. То есть, занимается своими делами эта женщина. Она не просто сидит и ждёт мужчину, который придёт и решит все её проблемы. Как бы ей плохо не было. Но и здесь активность хорошая, не чрезмерная. Возможно, вам действительно не хватает энергии солнечной, огненной стихии не хватает. Кто-то, может быть, конечно, из вас, девочки, вертится, как белка в колесе. Но здесь немножко о другом. Это мобильность, это быстрая переключаемость, то есть, здоровая энергетика по максимуму, как вы можете. То есть, здесь подвижный образ жизни. Возможно, тоже то, что покажет и поможет вам как-то найти общий баланс и общий знаменатель в отношениях. Ну что, вторые варианты. Спасибо, что были со мной. Кто желает на индивидуальный приём попасть, пожалуйста, смотрите информацию под видео. Пишите. Ну и ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Итак, дорогие, давайте уберу я эти два варианта и остаётся у нас третий вариант. Ну что, поехали. Итак, что у вас? Какие перспективы и есть ли будущее? Ох, дорогие, ну, во-первых, здесь идёт прям два сабага пара. Король кубков, ситуация с подвисшей, подвисшей ситуацией в вашем случае и королева кубков. То есть, девочки, многие из вас теряют контроль, теряют обладание своими чувствами и эмоциями, капризничать начинаете. Очевидно, вы либо сильно влюблены, либо ситуация такова, что есть ещё кто-то. Ситуация как-то сложно решаема. Устали или боитесь потерять этого человека? Большая влюблённость и та, которая приводит к эмоциональному стрессу. Стрессовая ситуация, но перспектива как таковая, давайте мы уточним, она есть, но вот по повешенному просто ситуация зависшая. Давайте сейчас проверим, во-первых, что здесь не то, что здесь не так, что означает повешенный и чего он не означает. Вы знаете, всё-таки здесь есть ещё женщина. Она, может быть, уже не в статусе. Может быть, здесь развод или это нелюбимая женщина, женщина пентакливая. Женщина пентакливая. Но это не значит, что вы должны очень сильно переживать из-за этой ситуации до такой степени, что просто здесь действительно депрессионное состояние. Девятка мечей, перезагруз. Сами себе создаёте проблемы, не нужно этого делать. Вот это прям однозначно. Вот этой ситуацией зависшая это точно не поможет. Проблема существует, да, она идёт из-за женщины. Женщины надменной, любящей денежки. Эта женщина, она с тех времён, когда всё было хорошо, очевидно, и всё было прекрасно у этого мужчины в плане материального. Когда он ещё не любил так, как всё-таки любит вас. Потому что здесь король кубков вышел ровно. Девочки, здесь любовь. Мужчина любит. Но, очевидно, ваше состояние сейчас, да, и то, что может отпугнуть или, не знаю, возможно, и он сам, хотел сказать, кабинется, да, как-то такое жёсткое слово. Хотя иногда всё-таки, вы знаете, если оно пришло, значит, оно пришло, значит, там где-то собака порылась. Вот что-то здесь не то, да. Всё-таки он мог бы решить, очевидно, эту проблему гораздо быстрее, лучше и понятнее. Да, а не быть как, вот, всё-таки собака на сене. Давайте посмотрим, дорогие, вашу с ним совместимость. Давайте вашу с ним совместимость посмотрим. Ох, как всё остро, как же всё остро. Вы видите, хочется прояснить ситуацию, а не получается. Хочется быть интеллектуально понятыми, да, взаимодействовать. Мыслительные процессы здесь у вас, знаете, должно всё быть по полочкам, всё должно быть очень ясно, головушка должна быть лёгкая. В ней должно всё быть на своих местах, всё должно быть понятно, да. Все вопросы решены. Кто, что, как они получаются. Может быть, вы говорите чётко и ясно, сделай то-то и то-то. Почему ты не делаешь так-то и так-то, да? Ну, вроде бы, там это логично. То ли вас не слышат, то ли для него это нелогично. И мы видим здесь четвёрку Пентакли, бег по кругу. И так оно бежит и крутится, крутится, и вертится, и вы действительно уже устали, у вас слёзы, у вас тяжёлое состояние, вы уходите в себя. Человек, скорее всего, девочки, не может вырваться из вот этого круга. Пентакли, вот этой женщины. Здесь такое ощущение, что как то ли собственник, то ли действительно не может разорвать. очень много связывает именно материального. Какие-то договорённости могут быть, да? Может быть, это моральные обязательства, потому что человек эмоциональный, да? И может быть, даже у него не столь велика вот эта хватка материальная. Здесь для него это делают. Как-то дёргают его за верёвочки. Здесь ситуация повешенного. Вы знаете, может быть, не с первого, так со второго раза, конечно, у вас получится, да? Вот ваша перспектива какова. Вы, скорее всего, будете отдаляться, уходить друг от друга и снова возвращаться друг к другу. Так вот, перспектива и ваша совместимость. У вас очень много ограничений, дорогие. Очень много ограничений. Хочется, колется и не складывается, да? Из-за этого и энергетика падает, и настроение никакое, и даже, ну, это может, конечно же, и здоровье касаться, поэтому нужно очень аккуратно. Возможно, уже есть ряд каких-то недомоганий, которые просто не дают вам общаться с этим человеком с удовольствием. Вот здесь острая, какая-то очень резкая ситуация. Прям обострённое что-то и очень такое жёсткое. Ну-ка, давайте сейчас ещё посмотрим. Может быть, здесь негативная программа наложена. Что здесь прям так тяжеловато. Опять королева Пентаклей и верховная жрица. Да, здесь есть вот на вопрос заданность, что негативная программа. Опять она перевёрнута, это королева Пентаклей, и по верховной жрице также перевёрнута. Здесь есть обращение, причём здесь наложена какая-то негативная программа, или эта женщина обладает такой энергетикой, психологически очень тяжёлой. То есть она может пользоваться какими-то магическими услугами. Но, кстати, может эта женщина быть как постоянной, так и просто вмешивающейся. Так, что там? Так, вот здесь по принцу Жезлов, вы знаете, даже может быть, что здесь делает, может человек когда-то сходил на сторону, гульнул. Может быть, у вас даже нет отношений, тогда он никуда не сходил, он просто не выбрал ещё вас или другую женщину. То есть есть некая женщина, которая мог просто прийти в качестве любовника, а она захотелась от него более серьёзного, серьёзных отношений, возможно, просто даже замуж. Видите, ну как-то его закрепить для себя. Захотела, чтобы он был с ней. И здесь прям чёткий расчёт идёт, что она или она ему мстит, эта женщина. Да, очень на то похоже. Рыцарь мечей, рыцарь Жезлов. Возможно, посчитала, что он её просто использовал. Такое тоже может быть. То есть это либо бывшая, либо настоящая, либо вообще не официальная даже, а просто какая-то подружка, которую он считал на раз-два. Она начала ему то ли мстить, то ли вот так вот, но к себе опять притянуть. Я мстю, мстя моя страшна. То есть или же из-за чего-то какой-то интерес здесь нелюбовный, а тут прям уже такая, знаете, какая-то чёткая позиция, для чего-то этот мужчина. Ну, возможно, для стабильности, для денег. Итак, давайте ещё этого мужчину посмотрим, какой он к нам выйдет, к вам, девочки. Ну, смотрите, императрица перевёрнутая. Всё-таки здесь не хватает ему, и очень ему хочется, ту женщину, с которой он вообще забудет обо всём. Скорее всего, он сейчас ещё мечется. То есть к вам есть чувство, но сам мужчина, знаете, вот если сказать, что есть такая плодородная почва, да, в которую зёрнышко посадил, и всё, и там растёт, и благоухает. Он ещё пока не нашёл себя, или ему всё-таки плохо. Кто бы с ним не был рядом, вот этот мужчина сам в себе не чувствует... может, вы знаете, как нюх потерял, да? Не чувствует он того, что ему хорошо и комфортно. Может быть, да, не может на что-то решиться. Возможно, там вот это воздействие так его оморачивает, но тем не менее, человек как бы лишён почвы из-под ног, да, и ему не на кого особо положиться. То есть пока хотелось бы, возможно, знаете, как женское плечо. Вот у нас мужское нам плечо, женщинам нужно, да, как говорится. Вот. А мужчинам тоже нужно женское плечо. Но это та энергетика, это та плодородная почва, в которой можно, в которой будет идти расцвет для этого человека, да, когда он, безусловно, будет спокоен и сможет спокойно сделать выбор. То есть когда мы говорим сейчас о есть ли перспектива, то есть она есть, но она такая зыбкая, то есть нужно решать некие проблемы, а идут проволочки, и ещё кто-то вмешивается в это, да, и человек тоже даёт некую слабину. Но особенно если есть чувства, то эти чувства очень так должны выдержать удары. Причём ещё и не один, да, что легче всего бывает разрушить. Ну, чистую такую романтическую любовь. По сравнению, если, допустим, есть какой-то расчёт, отношения, построенные на расчёте, сложнее пробить. Вот. Ну вот пока так, дорогие, но он ищет женщину, которая будет для него очень главной. Уважает, но сейчас, в данный момент, он в какой-то растерянности находится сам. Ну, давайте сейчас ещё возьмём совет-рекомендацию. Ну, смотрите, отшельник. Самое лучшее — побыть в одиночестве всё-таки. Отнестись философски к ситуации, да, понимать, что есть путь, возможно, вы сейчас, да, вы одиноки, чувствуете себя таковой, но знаем прекрасно, что по отшельнику это может быть, кстати, и одиночество вдвоём, то есть я несли смысл, да, всегда есть, у каждого человека есть своя дорога, есть своё предназначение. То есть здесь остаётся только принять ситуацию и философски отнестись ко всему, что с вами происходит. Принять это во благо, да, и как-то разобраться. То есть в принципе здесь ещё сказано о том, что вы идёте правильным путём, правильной дорогой. Вот. Ну и, возможно, это ваш урок, но здесь уже, это уже другая тема, да, что здесь, что с этим мужчиной. То есть у вас вот один из самых сложных, да, из трёх вариантов. Но я надеюсь на ваши комментарии, может быть, вы объясните лучше, да, что происходит у вас. Всё-таки это общий просмотр, это не индивидуальный, о какой резонирует, и вы желаете узнать лучше, точнее для себя. Я смотрю экстрасенсорно и по фотографии не только на Таро смотрю, поэтому обращайтесь, дорогие. Кому интересно информацию, контактную, я оставляю под видео. Ну что, спасибо всем, всем трём вариантам, что были со мной. Желаю всем взаимности. и до новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok